Меня зовут Кристина, я работаю в проектусе год, в целом 3 года в ML, 2 года в backend разработке. Я бы хотела рассказать вам сегодня про сохранение identity features при image transformation. Я расскажу, зачем это нужно, какие проблемы могут возникнуть при применении существующих алгоритмов, расскажу про существующее решение, которое я подпустила, и также про идею, которая у меня появилась, чем я вдохновилась, и про результаты ресерча. Это будут результаты ресерча при изменении цвета молот и при изменении фичей. Это используется, вы скорее всего видели, приложение типа Barbershop, когда можно менять прическу, цвет волос. Также на сайте Sephora можно потестить на себе косметику. Это вторая картиночка из Sephora. С какими проблемами мы можем столкнуться? При изменении мы можем совсем случайно изменить то, что мы не планировали, и могут возникнуть такие ужасные кейсы, когда мы меняем пол или расу человека. Можно изменить вес, например, и также многие из них действительно процесс про-процессинг джабы может занимать очень много времени, и это не особо работает в анонтайне. Это примеры проблем, с которыми мы можем столкнуться. Во всех из них я писала, например, face with white hair. На выходе получается что-то такое, где у нас изменилось вообще все. Это пример работы алгоритма Style Clip. На сайте у них очень красивые примеры. Вроде как все выглядят нормально. Но потом я решила потестить смену прически. И мы опять-таки видим, что у нас изменилось абсолютно все. Мы полностью потеряли identity. Style Clip – это обычный Style Gun. В двух словах он работает так. У нас есть какое-то описание текстовое. Например, face with black hair. Мы берем вектор этого текста. Берем матрицу закодированного изображения. И получаем на выходе какие-то новые абсолютно значения. Здесь есть, не знаю, проблема или нет, но особенность в том, что все такие алгоритмы используют Step Align, как на картинке справа. Он занимает очень много времени, и во время этого мы можем потерять что-то. Я решила попробовать подумать о том, как можно убрать этот Step. И меня вдохновила библиотека MediaPipe. Интересно, что идея была взята от ветровянского человека да Винчи, когда есть одна key point – это середина бедер. От нее рисуется радиус, и наш человек должен быть вписан в эту окружность. Я подумала о том, что можно посмотреть на эту задачу совсем с другой стороны. Можно представить, что мы хотим перерисовать какой-то портрет. И посмотрела лекцию художника. Судя по этой лекции, я выделила основные моменты, которые нужно учитывать при рисовании. Первый шаг. Он рассказал очень интересную информацию о том, что когда мы хотим перерисовать что-то, наше правое полушарие видит очень-очень много входных данных. И за движение руки отвечает левое полушарие. Возможно, я путаю полушарие, но неважно. Левое полушарие. И при переходе, передаче этих данных из правого полушария в левое у нас почему-то теряются данные. Поэтому первая цель – это уменьшить количество данных, которые передаем левому полушарию. Поэтому первый шаг у нас – найти просто форму нашего объекта. И это самые простые прямые линии, просто отмечаем форму. Потом двигаемся от внешних углов к тем, которые расположены внутри. Выходим расстояние между ними, отмечаем ключевые точки. Судя по словам художника, он выделил ключевые точки, которые на картинке слева. И также есть правило, что нам нужно обязательно вписаться в этот квадрат. Также я когда-то очень давно общалась с другим художником. И мне рассказали, какие точки являются самыми главными. Я их отметила на этой картинке. Они отмечены черными точками. То есть, если мы хотим сохранить identity, есть определенные точки, которые нельзя трогать. Чтобы с чего-то начать, я решила поставить сначала маленькую задачу в своем ресерче – изменить цвет волос. Если мы представим, что мы хотим на готовой картинке изменить цвет волос, нам по факту нужен только степ сегментации. Типа выделить полность волос и понять, какой цвет у нас в таргет изображения. Сегментация выглядит примерно так. Я взяла нейронку U-Net, потому что она была в открытом доступе на сайте университета немецкого. Архитектура выглядит примерно так. У нас есть какой-то input изображение. Оно проходит каждый степ на этом последовательности. Это свертка 3х3, Max Pooling и Art Tablation. Свертка выглядит примерно так. Это маленькое окошечко, которое мы просто проходим вдоль всего изображения. И на наш следующий уровень попадает фича, у которой больше вес. Max Pooling в этом случае работает так. Он применяется к каждому каналу отдельно. И на следующий уровень попадает фича, у которой функция активации максимальная. И дальше App Convolution на вход нам приходит вектор, из которого мы получаем свертку 2х2. Это результат сегментации. Дальше я выделила максимально интенсивные пиксели по цвету. Не очень аккуратно, но выделилась вот так. Мы с этим можем дальше сделать вот что. Можно загрузить их в какой-нибудь пиксель Map, посмотреть значение RGB и изменить, например, каждый пиксель отдельно на какое-то небольшое значение, чтобы выглядело получше. Но я оставила это так, потому что захотела посмотреть дальше. Но в итоге это очень быстро работает. Но здесь не нужны никакие дополнительные вычисления. Проблема в том, что нужно заморочиться и подшаманить сегментации. Потом я решила дальше посмотреть на изменения фичей. Суть в том, что у меня появилась идея о том, что если я переношу форму какой-то черты лица из таргета на input, на моем лице, например, грубо говоря, форма бровей будет выглядеть совсем по-другому. Это, ну, поэтому нам, возможно, нужно отношение этих черт лица к точкам, которые вокруг. Это пример работы Style Clip, когда я попыталась перенести форму губ. Дальше я взяла библиотеку DeLib, нашла область Key Points, это лендмарки, точнее, основных точек и основные точки челюсти. И тут возник вопрос, что все точки выглядят вот так вообще. И возник вопрос, что нам нужно понять, где вообще центр лица, повернуто лицо или нет. И здесь новый assumption, что давайте представим, что у нас идеально симметричное лицо, и мы оцениваем расстояние точек по оси X, которые находятся вдоль голубой линии. То же самое мы сделали с Target Image, и нам нужно было понять, какое повернуто лицо таргета или нет, чтобы понять, с какой стороны взять координаты Key Points. Ну, допустим, мы делаем очень странный способ, поднимаем от X 67 точки, отнимаем 49 и так далее, и получаем сторону, в которую повернут наше лицо. Дальше, для подсчета пропорций, нам нужна информация, что вообще при построении лица длина зеленой линии и голубой, фиолетовой линии, она одинаковая. И вот эти вот точечки, которые я выделила, 51, 52, 53, я решила посчитать их отношение по отношению к длине нижней части лица. И потом с такой же пропорцией перенести их на лицо инпута. И получилось так, здесь черные точечки, это наши новые координаты. Здесь видно, что нужна еще, нужна какая-то более сложнее формула, чтобы посчитать отношения, потому что нет учета того, что лицо, под каким углом лицо повернуто. Даже если бы оба человека смотрели в одну сторону, было бы все равно не совсем правильно. В результате получилось сформулировать вопросы для того, чтобы дальше это ресерчить. Здесь понятно, что нужно избавиться от assumption, что наше лицо идеально симметрично, и подумать, как посчитать угол, под которым повернуто лицо. Но это очень быстро работает, так что возможно стоит по ресурсу дальше. Это пример Fixed Point Gana. Я нашла эту статью недавно, и у них не было никаких примеров в открытом доступе. Суть в том, что они на каждом этапе при тренировке модели смотрят разницу identity, и добавили identity love как лод-функцию. Мне кажется, что это можно ресерчить дальше, потому что я нигде не видела упоминания про отношения кейпоинт, и, наверное, в этом есть какой-то смысл. По поводу определения, в какую сторону повернуто лицо, можно чуть поподробнее? Я не очень понял просто. Если представить, что у нас идеально симметричное лицо, тогда 67-я точка – это ее центр. Если мы поворачиваем лицо, разница между координатой Х в 49-й точке и координатой Х в 67-й точке будет намного отличаться. Если он повернут влево, то 67-й точке будет больше, чем 55-й точке. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.